Добрый вечер. Рады вас видеть. И можно поприветствовать и тех, кто смотрит наш курс по телевизору, в какое бы время это ни происходило. Прямой трансляции нет, снова будет выкладываться в интернете. Наш курс называется «Математические основы квантовой криптографии». Пару слов скажу, о чем курс. Квантовая криптография – это область знаний, которая изучает обеспечение информационной безопасности при помощи на основе квантовой физики, на основе принципов квантовой физики. Обычная криптография, то есть тайнопись, изучает или точнее обеспечивает информационную безопасность за счет математических преобразований. Как преобразовать информацию математически, чтобы посторонний человек, который не имеет специального ключа для расшифровки, не мог восстановить исходные секретные сообщения. Но, как будет сказано, эта криптография находится под угрозой в связи с перспективой появления квантового компьютера. И квантовая криптография призвана решить эту проблему. То есть квантовая механика, она с одной стороны одной рукой атакует, угрожая квантовым компьютерам, а другой рукой предлагает и спасение в лице квантовой криптографии. В квантовой криптографии информационная безопасность обеспечивается не за счет математических преобразований, а за счет физических принципов квантовой физики, таких как, например, соотношение неопределенностей. И что удивительно, сами принципы, которые положены в основу квантовой криптографии, достаточно просты, но строгое математическое доказательство стойкости квантовой криптографии довольно непросто и потребовало разработки довольно такой продвинутой, сложной и красивой математической теории. И цель этого курса как раз рассказать об этой теории, рассказать о методах доказательства стойкости протоколов квантовой криптографии. С точки зрения математики ситуация удивительна тем, что с одной стороны здесь довольно сложная и крутая математика, а с другой стороны она же и практическая, что встречается нечасто. На практике часто бывает, что наука сама по себе, а на практике пользуется какими-то более простыми методами. Но здесь нет, квантовая криптография, именно такая практическая квантовая криптография требует, это стандарт такой сложился, требует строгого математического обоснования. Так что это уникальность в том, что сложная математика, которая применяется на практике. Ей будет посвящен курс, хотя обо всем, конечно, обо всем аппарате не расскажешь, но хотя бы мы надеемся, что нам удастся дать такие сведения, которые вам позволят дальше самостоятельно как-то развиваться, потому что теория действительно довольно продвинутая. Чего в нашем курсе не будет? Это не курс о квантовой криптографии вообще, а именно о математической части. То есть мы практически не будем касаться вопроса о физической реализации систем квантовой криптографии, лазеры, детекторы, то есть такие слова будут произноситься, но подробности, как это все реализуется, находятся за пределами нашего курса. Мы практически не будем рассказывать о различных протоколах, их сейчас много, происходит большой прогресс в этом, новые протоколы предлагаются. В основном мы сосредоточим наше внимание на самом первом и наиболее широко распространенном до сих пор протоколе, это BB84, но методы довольно универсальны и используются и при доказательстве стойкости других протоколов. То есть наша цель не рассказать о квантовой криптографии во всей ее полноте, потому что это очень широкая сфера, еще раз повторю, что она очень бурно развивается, очень актуальна сейчас, так что это просто необъятная, по крайней мере, для одного семестра. А цель более узкая — рассказать о математических методах доказательства стойкости протоколов квантовой криптографии. Мы надеемся, что мы доберемся и до практических ситуаций. То есть протокол у нас один, BB84, но одно дело рассматривать его в идеальной реализации, а другое дело рассматривать его с учетом несовершенств оборудования. Вот до этой части мы, надеюсь, дойдем. Вот это то, что я хотел сказать в качестве вводного слова. Первая тема будет посвящена криптографии вообще. Антон, если кого-то интересует практической реализации, сейчас параллельно курсу РКЦ идет как раз по практическим реализациям. Да, по практическим реализациям. На проект на него можно ходить. Да, давайте в микрофон тоже объявлю, если слышно плохо. Какой объем курса планирует? Сколько часов? Да, сейчас я отвечу. Как сейчас было сказано, что курс в РКЦ прямо сейчас читается, открытый по практическим реализациям. То есть те темы, которые не затронуты в нашем курсе, затрагиваются в других курсах, которые читаются на разных площадках. Вот, например, в РКЦ. Объем курса один семестр предполагается, по крайней мере, пока что. Хотя я лично осознаю, что все не получится прочитать за один семестр. Но я надеюсь, что определенный минимум дать получится. То есть пока один семестр по времени. Ну вот будем так собираться, если это время всем удобно. Часа, я думаю, на два. Потом будет для желающих предусмотрен экзамен. Ну тоже посмотрим, когда именно. В самом конце или у нас были идеи не в самом конце провести экзамен, где-то там в ноябре, а потом дать еще несколько тем более сложных, которые уже не для экзамена. Вот. Ну, в общем, тут посмотрим, как пойдет. Ну, помимо теории, будут какие-то задачи предлагаться по ходу курса, ну, которые необязательны, но рекомендуются для усвоения материала. Ну вот, наверное, все. А первая тема. Да, читать буду курс я, Антон Сергеевич Трушечкин, и Дмитрий Анатольевич Кронберг. Мы сотрудники математического института имени Стеклова. Так, сейчас я напишу свой адрес электронной почты тоже. Итак, я хотел бы сначала рассказать чуть-чуть о действительно классическом контексте этого дела, о задаче передачи секретных данных, о том, ну, как исторически она решается. Ну, основная, на самом деле, цель этого – это действительно рассказать о том, что распределение ключа – это важная задача, и именно с этой задачей квантовая криптография справляется. Вот. Ну, конечно же, сколько человечеству существует, столько же была актуальна задача передачи каких-то конфиденциальных данных. Ну, в первую очередь, наверное, это были какие-то военные секреты, когда именно там будут атаковать, какими силами. Вот. Соответственно, необходимо было передавать, и в древнее время были разные шифры, для этого использовались. И можно выделить общие черты всех систем шифрования, которые использовались исторически. Есть легитимные пользователи, которые передают друг другу сообщение, и у них есть некоторый общий секрет, который их и отличает от перехватчика. Перехватчик действует в условиях, когда у него нет этого секрета, а у легитимных пользователей этот секрет есть. Вот эта модель, когда обычно легитимных пользователей называют Алиса и Боб, Алиса передает Бобу некоторое сообщение, это сообщение М, но она его зашифровывает и передает шифротекст С. Между ними изначально распределен некоторый ключ K, шифротекст C. Это результат применения некоторой функции шифрования с параметром ключа K к открытому сообщению M. И затем это делает Алиса, когда отправляется зашифрованное сообщение у Боба. А само сообщение M затем получается другим преобразованием тоже, которое использует этот ключ. K — это ключ. M — сообщение, которое еще называют иногда открытый текст. В самых ранних системах шифрования роль ключа играл в значительной степени алгоритм. То есть был некоторый метод, по которому сообщение преобразуется в шифротекст. И этот метод и был секретным. То есть можно сказать, что ключом является сама функция, которая отображает исходное сообщение на шифротекст. Ну и она же может обратно из шифротекста сделать сообщение. Исторический пример — это шифр Цезаря, который использовался Цезарем в Римской империи. Он брал сообщение на латыни написанное и заменял каждую букву, следующую за ней через три позиции в латинском алфавите. Соответственно, буква А заменялась на БЦД, буква Б заменялась на Е и так далее. Вот таким шифром пользовался Цезарь. С современной точки зрения, конечно, это максимально примитивный шифр. Но, тем не менее, для тех варваров, которым противостояла Римская империя, это был достаточно сложный шифр. И человек, который, в принципе-то, ну, в основном они там и читать-то не умели, наверное, по латыни, если он видит какой-то бессодержательный текст, зашифрованный шифром Цезаря, конечно же, ему довольно сложно догадаться до того, какое было открытое сообщение. Взломать этот шифр на тот момент было все-таки достаточно сложно. Вот, но, конечно, в стане варваров тоже постепенно росла культура, там появлялись какие-то мудрецы, которые, ну, которые могли тоже поломать этот шифр. Наверное, со временем его, как вне всякого сомнения, сломали. Ну, и вообще история шифрования классического, она, это история придумывания новых шифров, которые нельзя взломать, и взлом этих шифров дальше. Вот, вся история, она примерно так и состоит. Со временем шифры становятся все более сложными. Вот, но, тем не менее, вот общий принцип, что есть некоторый секретный ключ, это общий секрет, который имеют легитимные пользователи, и это их преимущество перед перехватчиком. Также, что следует, со временем разделились понятия алгоритма и понятия ключа. То есть вот в шифре Цезаря у нас есть алгоритм, что мы берем букву через несколько позиций после данной, но можно считать, что сама величина сдвига — это некоторый секретный параметр, который и является ключом. То есть на шифре Цезаря можно взглянуть так, что есть алгоритм, что мы преобразуем буквы согласно алфавиту циклическим образом, и есть ключ, который и описывает величину этого сдвига. Такая модель, она хороша тем, что вообще говоря, ключ мы можем время от времени менять. Опять же, допустим, когда-то варвары подкупили кого-то из римлян, он им дал этот секрет, они, соответственно, читают зашифрованные сообщения, но раз, например, в неделю ключ меняется, и новое сообщение варвары уже не могут прочитать. Конечно, это очень наивное рассмотрение, потому что, скорее всего, они догадаются перебрать несколько возможных ключей, но, тем не менее, для модели это довольно-таки важный шаг вперед. Мы должны считать, по-хорошему, что алгоритм известен в том числе противнику. Мы не должны полагаться на то, что противник не знает алгоритм. Нам следует полагаться только на то, что противник не знает ключ. Именно по той причине, что алгоритм используется достаточно продолжительное время, а ключ можно время от времени менять. Менять ключ — это не очень дорого, это не очень сложно, это не требует больших временных затрат. Мы не должны, например, переучивать людей, мы не должны новое оборудование для этого какое-то покупать, заказывать, изготовлять, Ключ мы можем время от времени менять. Алгоритм мы не меняем, и поэтому утечка алгоритма к перехватчику, если мы считаем, что алгоритм неизвестен перехватчику, это событие не очень хорошее. Лучше нам изначально проектировать систему так, чтобы мы не предполагали, что перехватчик не знает алгоритма. Пусть перехватчик знает алгоритм, но не знает только ключ. Вот это то, к чему за несколько столетий пришла классическая криптография. Мы должны полагать, что только ключ неизвестен перехватчику, все остальное перехватчику известно. Соответственно, перехватчику должно быть, ну, уж по крайней мере, ему должно быть сложно подобрать ключ, зная алгоритм. Для шифра Цезаря, который рассматривает величину сдвига, конечно, подобрать ключ очень легко. Достаточно 26, там, сколько букв в латинском алфавите, вариантов перебрать, и мы, конечно же, этот ключ подобрали. Это плохо. Вот, нужно придумать новую систему, в которой ключ подобрать сложно. Очевидный интуитивный метод здесь — это шифр замены. Когда у нас буква А меняется не на букву D, как третью по счету после буквы А, а на какую-то другую букву. У нас есть таблица, например, букве А соответствует букве, не знаю, Е, букве В соответствует буква Х, букве С соответствует буква М и так далее. Вот у нас есть такое взаимно однозначное соответствие между буквами. Это буквы открытого текста, это буквы шифротекста. Ключей в этом случае оказывается очень много. Количество возможных ключей, ну, наверное, вы все уже прикинули, это 26 факториал, 26 букв. Вот количество возможных перестановок именно такое. Перебрать все возможные ключи абсолютно нереально. И сейчас это очень сложная задача, я, честно говоря, не знаю, какой там порядок этих чисел. По-моему, никакой компьютер не возьмет и сейчас такую задачу. Вот, ну уж в средние века точно это совершенно нерешаемая задача. С точки зрения сложности подбора ключа, эта задача чрезвычайно сложная, и это очень хорошо. Но задача, но такой метод шифрования не очень хорош в другом смысле. Он плох, потому что у перехватчика есть возможность для достаточно длительного, большого текста, для достаточно длинного текста, зашифрованного одним и тем же ключом, посмотреть на частоту хождения букв в шифротекст. Она не меняется при таком шифровании. Соответственно, перехватчик смотрит, насколько часто встречаются те или иные буквы. В соответствии с этим, для достаточно длинного текста перехватчик может построить предположение о том, какой ключ используется. И если текст достаточно длинный, то довольно быстро можно понять, какой действительно ключ. Его можно найти, уже не перебирая все возможные ключи, что нереально, а можно найти уже просто, ну, применяя некоторые другие методы. Поэтому просто сделать ключ достаточно длинным, сделать много вариантов ключей, чтобы перебор ключа был сложным, это полдела. Этого недостаточно для того, чтобы обеспечить хороший метод шифрования. Нужно что-то еще. Вот что-то еще — это на самом деле хороший алгоритм. Хороший алгоритм шифрования — это именно такой алгоритм, что мы не можем найти ключ, зная шифротекст. Ну, и мы в конечном итоге не можем найти исходное сообщение, зная шифротекст. Наука нам дает хороший алгоритм шифрования, и это одноразовый шифроблокнот. Обратим внимание, что до него наука дошла только в 20 веке. Это практически единственный абсолютно стойкий метод шифрования. Он устроен очень просто. Если у нас сообщение является битовой строкой, и ключ, и шифротекст — это битовые строки, то тогда нам нужно, чтобы ключ у нас был такой же длины, как исходное сообщение. И мы, если у нас сообщение m, например, равно 0, 1, 1, 0, 0, ключ у нас равен 1, 1, 0, 1, 0. Тогда шифротекст будет у нас 1, 0, 1, 1, 0. Это сумма по модулю 2 исходного сообщения и ключа. Вот относительно такого одноразового шифроблокнота утверждается, что знание шифротекста c не дает никакой информации об исходном сообщении. И это как раз очень ценное свойство. Перехватчик теперь может перебирать ключи, конечно, но если у нас достаточно длинный ключ, ну а для длинного сообщения он будет длинным, потому что длина ключа равна длине исходного сообщения, то, конечно же, перехватчику придется совершить огромную работу для того, чтобы этот ключ подобрать. Это будет очень-очень сложно для перехватчика, и это и хорошо для легитимных пользователей, что перехватчика мы поставили перед сложной задачей. Если он стоит перед настолько сложной задачей, что ближайшие тысячи лет он ее не решит, тогда прекрасно мы можем считать, что в ближайшие тысячи лет наша система секретна. Почему одноразовый шифроблокнот обеспечивает эту криптографическую стойкость? Причина вот в чем. Здесь на самом деле можно несколькими разными образами формулировать то, почему одноразовый шифроблокнот стоек. Но давайте рассмотрим такой метод. Пусть у нас перехватчик даже что-то частично знает об исходном сообщении перед этим. Например, если это военное время, то, скорее всего, сообщение будет, что атакуем на рассвете, а не тем, что увеличите поставки зеленого чая, потому что черный чай нам надоел. Скорее всего, все-таки это будет военная какая-то информация, а не информация о любви, детективной истории и так далее. Это уже в мирное время мы этим интересуемся. Некоторые строки, соответственно, имеют большую вероятность, чем некоторые другие строки. Вот, допустим, мы пытаемся взломать строку длины, не знаю, тысячи символов, ну, тысяча битов, ноликов и единичек, и у нас есть некоторое предварительное распределение вероятностей. Какие-то строки более вероятны, какие-то менее. Это соответствует, ну, более-менее реальной ситуации того, что частично нам известно исходное сообщение. Итак, P от M распределение вероятностей открытого текста. Соответственно, у нас есть P и Т вероятности сообщений M и Т. Сумма P и Т равна единица. При этом наш ключ абсолютно неизвестен перехватчику. На языке теории вероятности это означает, что вероятность для него каждого возможного ключа одинакова. У него нет каких-то ключей, которые, скорее всего, отправлены, или каких-то ключей, которые точно не используются. Вот, вероятность каждого ключа одна и та же. Соответственно, если длина ключа — это L, тогда вероятность каждого ключа К и Т единичка поделить на 2 в ступени L. Теперь обратим внимание, что какое бы ни использовалось сообщение, для него каждый ключ отображает это сообщение на какой-то свой шифротекст. Поэтому какое бы ни было сообщение, распределение вероятности шифротекстов тоже равномерное. Каждый шифротекст имеет вероятность 1 делить на 2 в ступени L. Так, очевидно, да, это? Именно из-за того, что ключи распределены равномерно, а каждое сообщение может быть отображено на все возможные шифротексты. Соответственно, вероятность каждого С и Т шифротекста тоже равна 1 делить на 2 в ступени L. И этого нам достаточно для основной формулы. Рассмотрим теперь условную вероятность того, что сообщение равнялось M, Ж, Т, при условии, что шифротекст С — это С и Т. Т.е. мы получили шифротекст, мы его знаем, но мы не знаем сообщение и не знаем ключ. Это условная вероятность того, что у нас вот сообщение будет такое-то. Это мы можем расписать по формуле Байеса. Поднимите, пожалуйста, руку, кто помнит формулу Байеса. Знает, помнит. Так, немногие. Хорошо, сейчас тогда я, может, пару слов о ней скажу. Да, Анжит, вы хотели что-то спросить? Значит, двойка — это потому что битовые. Это да, битовые операции. Вот поэтому двоечка знаменателя. Так, еще вопросы? А вот вероятность M — это вероятность определения текста, да? Это вероятность, да, того, что текст равен M, Ж, Т, какому-то вот конкретному сообщению. Так, пару слов про условные вероятности. Если вы не помните формулу Байеса, про это, наверное, нужно сказать. Итак, P от X — это вероятность события X. Будем так обозначать. P от Y при условии X. Вероятность события Y, если известно, что наступила X. Произошло X. Теперь, какова вероятность того, что произойдут X и Y одновременно? Уже можно вывести эту формулу. Это будет что? Да, это будет произведение. Должно произойти X. Это происходит с вероятностью P от X. И одновременно с этим должно произойти вот это вот событие. Вероятность Y при условии наступления X. P от Y при условии X умножить на P от X. Соответственно, из этого мы получаем формулу для условной вероятности. Ну, по определению как раз условная вероятность. P от Y при условии X — это и есть вероятность совместного события поделить на вероятность X. В теории информации вот эти, как раз, такие связанные события — это чаще всего такие события. На вход канала мы подали 0, на выходе канала может быть 0, может быть 1. Иногда канал несовершенен. Вот вероятность того, что на выходе канала будет 1 при условии, что мы на вход подали 0 — это вероятность ошибки. Вот это и есть, ну, один из примеров как раз условной вероятности, которые очень активно используются в теории информации. Итак, эта условная вероятность, она определяется так. Соответственно, мы также можем определить P от X при условии Y. Это P от X Y через запятую делить на P от Y. И теперь основная формула, она вот такая. Что если у нас известна одна из вот этих вот условных вероятностей, но неизвестна другая, то мы можем их связать таким соотношением. P от, давайте, X при условии Y равняется P от Y при условии X умножить на P от X поделить на P от Y. Ну, фактически это и записано, вот это вот определение. Только P от X при условии Y мы расписали через P от Y при условии X умножить на P от X. Эта формула называется формулой Байеса. Она очень важна в теории вероятности и довольно-таки классический пример на применение формулы Байеса заключается вот в чем. Пусть у нас есть какой-то медицинский тест, сейчас это актуально в условиях эпидемии, а в ситуации, когда мы подвергаем этому тесту здорового человека, в 95% случаев тест дает отрицательный результат. В 5% случаев тест ошибается и дает положительный результат. Если больного человека подвергаем этому тесту, ну мы так много раз намерили и получили такое распределение вероятности, тогда 95% это вероятность того, что тест даст положительный результат, 5% вероятность того, что тест даст отрицательный результат. Теперь у нас есть некоторый человек, который подвергся этому тесту и тест дал положительный результат. Известно, что болезнь, на которую он тестировался, она распространена среди 1% населения. То есть вероятность того, что случайный человек болен, 1%. 0,01, если быть чуть точнее. Вот какова вероятность того, что человек болен? Без формулы Байеса может показаться, что вероятность 95%. Ну, потому что точность теста 95%, поэтому, ну... Лучше написать эти цифры, наверное, слух, и не знаю, как воспринимаются. Да, давайте напишу, действительно. Итак, вероятность того, что тест даст положительный результат при условии здорового человека, 0,05. Вероятность того, что тест даст отрицательный результат при условии здорового человека, 0,95. Вероятность того, что тест будет положителен для больного человека, это 0,95. Вероятность того, что тест будет отрицательным для больного человека, 0,05. Так даже проще. Вот, теперь, то, что нас интересует, нас интересует... Ну, во-первых, следующее, то, что нам известно, это нам известно, что вероятность того, что человек болен данной болезнью, которую мы теперь рассматриваем, это 0,01. Теперь, что нас интересует, вероятность того, что человек болен при условии того, что тест дал положительный результат. Вот, и здесь как раз не стоит ошибаться, не стоит впадать в это заблуждение, что это вероятность 95%, поскольку точность теста 95%. Нет, здесь нужно применить формулу Байеса, и она нам даст, что она нам даст? Это вероятность того, что человек, тест даст положительный результат при условии больного человека, умножить на вероятность больного человека, поделить на вероятность того, что тест даст положительный результат. Вот, если вы эти действия произведете, единственное, вам придется еще вот эту вероятность посчитать. Давайте это будет вашим домашним заданием. Вот если вы эти действия произведете, вы получите, что это примерно 0,16. Ну, по формуле полной вероятности посчитать этот знаменатель. Решил домашнее задание, молодец. Нет, я не посчитал. Просто напомню. Итак, будет действительно, ну, я же по порядку 16%, а не 95, как может действительно в отчаянии наш герой подумать, в общем, это, ну, потому что он, может, плохо изучал математику. Итак, то есть вот формула Байлса, она важна, как раз она позволяет обернуть вот эти вот условные вероятности. Вероятность А при условии Б это не то же самое, что вероятность Б при условии А. Давайте ее применим к, как раз, ситуации одноразового шифра блокнота. Итак, у нас, нам нужна вероятность того, что исходное сообщение равно МЖТ при условии, что шифр-текст равен СИТ. Соответственно, это получается вероятность, ну, здесь даже не формула Байлса, может быть. Давайте формулу Байлса. Это вероятность того, что С равно СИТ при условии, что сообщение равно МЖТ и поделить на вероятность того, что С равно СИТ. Так, правильно я применяю эту формулу? А, умножить на вероятность М равно МЖТ, верно. Умножить на вероятность, что М равняется МЖТ. Вот. Что теперь получается? Я только что стер две формулы, которые говорят о том, что вероятность того, что сообщение равно какому-то конкретному сообщению, и вероятность… она… ой, нет, стер формулу, которая говорит о том, что вероятность того, что С равно СИТ, она равна 1 делить на 2 в степени L. Так вот. Ну и вероятность того, что шифротекст равен СИТ при условии, что сообщение равно МЖТ, она тоже равна 1 делить на 2 в степени L. Потому что вероятность выбора каждого ключа одна и та же, а каждое сообщение отображается на каждой из ключей с одной и той же вероятностью. Поэтому у нас получается 1 на 2 в степени L, и 1 на 2 в степени L, они сокращаются, эти две величины сокращаются. И получается, что это все равно просто вероятности того, что М равняется МЖТ. Если у перехватчика есть какое-то частичное знание распределения вероятностей вот этих сообщений МЖТ, то при знании шифротекста ничего к этому знанию не добавляется. То есть вероятность того, что сообщение равно МЖТ, при знании шифротекста и без знания шифротекста одна и та же. Ну, на языке теории вероятности это означает, что это событие независимое. То есть сообщение и шифротекст никак не зависят друг от друга. Это и есть абсолютная стойкость одноразового шифроблокнота. Так, пожалуйста, вопросы есть какие-нибудь? Так, важная вещь про одноразовый шифроблокнот. Он, на самом деле, сводит задачу передачи секретного сообщения к задаче распределения ключа. То есть вот эта теорема, она говорит о том, что если между легитимными пользователями есть секретный ключ достаточно большой длины, то они могут гарантированно, секретно передать сообщение от Алисы к Бобу. Задача распределения ключа несколько приятнее, чем задача передачи сообщения. Наверное, вы сможете дать мне несколько аргументов в пользу того, что распределять ключ приятнее. Дадите какие-нибудь аргументы. Его один раз нужно сделать на одно сообщение. Ну, один раз на одно сообщение, имеете в виду. Ну, да. На самом деле, да, его можно предварительно распределить. Ну, например, мы отправляем магнитную ленту с огромным количеством ключей куда-нибудь самолетом или кораблем. А потом, когда нужно будет, мы уже этот ключ используем для шифрования сообщений. Можно, действительно, предварительно распределить большое количество ключа, и уже, когда нужно будет, мы шифруем сообщение сразу же, имея этот ключ. Вот это очень приятное свойство. Другие свойства еще есть. Приятное распределение ключа. Как раз... Здесь поражено, как раз в блокноте. Было ли сказано, что один раз ключ можно дать? Ну, да. Да, ключ действительно должен использоваться лишь один раз. Я в этом, ну, вскоре хотел сказать. Сейчас, да, вот тогда скажу сейчас. Ключ должен использоваться только один раз. Если мы используем ключ несколько раз, то одноразовый шифровый блокнот резко теряет свою стойкость. И даже были в истории некоторые досадные эпизоды, когда кто-то несколько раз его использовал, из-за этого читали сообщения. Да, вопросы? Комментарий. Спросили, какой положительный способ генерации ключа. Пока мир не заплатили машины, алгоритмы новые, вы думаете, дорого, это же люди должны делать. А генерацию ключа можно автоматизировать. Да, да. Вот тоже аргумент, действительно. Но еще если сцены ключа узнают, это не так страшно, потому что, ну, если узнать о том, что ключи знали, то можно... Выкинуть часть ключа. Сделать новый ключ. Да, здорово. А если сообщение узнали, это уже потеря. Да, действительно. Если часть секретного ключа таки досталась перехватчику, это не так страшно, как то, что перехватчику досталась часть уже сообщения, которое должно сохранить секретность. Опять же, если нам стало известно, что какую-то часть ключа не стала известна перехватчику, то мы эту часть ключа выкидываем и пользуемся другой части ключа. Другое свойство, которое и в квантовой криптографии тоже используется, оно заключается вот в чем. Этот ключ, в отличие от сообщения, когда мы распределяем ключ, этот ключ может быть случайным, заранее неизвестным легитимным пользователем. А в квантовой криптографии так и происходит, как мы потом увидим. Когда пользователи генерируют ключ, они заранее не знают, какой ключ сгенерироваться. И ничего страшного нет. Для ключа это только хорошо, что пользователь заранее не знает, каким он будет. Вот это тоже дополнительное хорошее свойство генерации ключа. Поэтому одноразовый шифр в блокнот это хорошо, но задача распределения ключей, она встает более, ну, еще более остро. В общем, это очень важная задача, задача распределения ключей. Здесь следует рассказать еще про схему Диффи-Хеллмана. Это классическая схема распределения ключей, которая как раз и обладает некоторыми недостатками классических схем. А, да, еще для начала я хотел небольшой примерчик привести. Представим себе, что ключ у нас все-таки мы используем два раза. Это означает, что наше сообщение, вот возьмем 0, 1, 1, 0, 1, и, допустим, у нас ключ 1, 0, 1, 1, 1, 1, вот мы два раза один и тот же ключ к умножить на к. Это сообщение. Шифротекс у нас будет 0, 1, 0, 1, 0, 0. А что плохого в этой ситуации? Можете мне подсказать? Да, их можно сложить. Мы можем сложить вот эти две позиции шифротекста и эти две позиции, и эти две позиции. И складывая каждый раз, такое сложение производя, мы будем узнавать сумму позиций исходного текста. Вот сумма этих позиций равна 0. Мы знаем, что это сумма вот этих двух сумм. Сумма этих двух ключей, двух позиций ключа, конечно же, 0, потому что они совпадают. Стало быть, мы знаем, что эти две позиции исходного текста совпадают. Это значит, что у вас не одинаковый ключ написан. Да, вы сменили то и другое. Так, извините, да, 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 моя глупость. Вот, все, ошибка, верно. Ключ одинаковый. Вот, теперь точно так же. Вот эти две позиции мы просуммировали, узнали, что это единица, и теперь мы знаем, что эти две позиции отличаются в исходном сообщении. Каждый раз мы в два раза сокращаем количество возможных исходных сообщений. Вот за, уже вот, вот для такого ключа у нас в восемь раз меньше сообщений, ну, мы в восемь раз уменьшили количество вариантов для сообщений. Вот, просто два раза использовав один и тот же ключ в одноразовом шуфе-батонсе. Так делать ни в коем случае нельзя. Вот, итак, следующее, о чем хотел сказать, с темой Дипи Хеллмана. Ну, по-прочему, реальная история была, когда во время Великой Отечественной, где-то в районе битвы под Москвой, кодовые книжки по ошибке из-за хаоса напечатали, там, дважды одни и те же, и поэтому как раз осуществилось шифрование одноразовым блокнотом, дважды, значит, с одним и тем же ключом, и потом в следующие несколько десятков лет в США расшифровывали, или, правильно говоря, дешифровывали сообщения, ну, и, в общем, да, это удалось, многое дешифровали. Вот, да, такой. Ну, наверное, есть и другие эпизоды, которые все-таки, ну, многое засекречено в том, что касается, как так далее. Ну, такой известный эпизод. Так, это схема распределения ключей. А имеется в виду вероятность? Что-что? Реальности распределения. Нет, невероятностного. Нет, да, распределение, да, не распределение вероятности, а распределение ключей между пользователями удаленными. Алиса и Боб, мы распределяем, да, ключ между ними. Что, схема кого? Диффи Хеллмана. Диффи Хеллман. Да, ну, курсив, конечно, так выглядит. Вот, итак, эта схема, она примечательна вот чем. Общаясь по открытому каналу, по телефону созваниваясь, пусть его перехватчик слушает, Алиса и Боб могут... Я перебил, почему вопрос по терминологии? Почему не передача ключа, а именно распределение? Ну, передача подразумевает, наверное, то, что кто-то выбрал ключ и передал. То есть здесь выбор ключа принципиально невозможен. То есть он... Какой ключ получится, они заранее не знают. Вот как раз здесь одно из свойств ключей используется. То есть то, что мы можем распределять ключ в той ситуации, когда именно передача ключа невозможна. Когда мы магнитную ленту передаем, мы его передаем ключ. Мы выбрали какой-то ключ, ну, сгенерировали, конечно, его и передали. А здесь распределение, ну, можно, наверное, сказать, передача ключа, но при этом просто с той лишь оговоркой, что никто не выбирает из них этот ключ. Они выбирают свои какие-то переменные, но ключ не выбирают заранее. Да, но специфички так. Вот. Итак, они общаются по открытому каналу, который может слушать кто угодно, и при этом в процессе общения Алиса и Боб вырабатывают ключ, который, если все хорошо, известен только им и неизвестен перехватчику. Это очень-очень важная схема для классической криптографии. Итак, сначала Алиса и Боб договариваются о числах альфа и n. Это большие простые числа. Затем вот что происходит. Алиса загадывает число а маленькое. Ну, просто не буду Алису писать. Давайте в 10 я напишу. Алиса и Боб. А здесь Боб. Итак, Алиса загадывает число а маленькое, и Боб загадывает число b маленькое. Тоже довольно большое, не обязательно простое число. Затем Алиса вычисляет число а большое уже, которое равно альфа в степени а и остаток от деления на n. Что такое загадывает? Случайно выбирает? Случайно выбирает, да. Боб вычисляет число b большое. Альфа в степени b, вот, а Алиса держит в секрете а маленькое, Боб держит в секрете b маленькое. А вот большие числа, а большое и b большое, они друг другу рассказывают. Вот эти числа, они друг другу передают. Боб рассказывает b большое, Алиса рассказывает а большое. Теперь Алиса вычисляет такое число b большое в степени а маленькое. Это будет альфа в степени а b, остаток от деления на n. Боб вычисляет число а большое в степени b маленькое. Это тоже будет альфа в степени А, Б и остаток от деления на Н Вот они будут совпадать уже у Алисы и Боба И это и есть тот самый секретный ключ Да не совсем РСА, это проще, чем РСА Здесь более простые методы И получается, что они, общаясь по открытому каналу, получили общий ключ Но по поводу того, что он неизвестен перехватчику Тут, скажем так, зависит от некоторых... это мнение делится Перехватчику, чтобы вычислить К, ему нужно вот по числу А, зная альфа и Н Это их все знают По числу А вычислить А маленькое Или по числу Б вычислить Б маленькое Вот эта задача считается сложной Она сложная в том смысле, что пока что никто не предъявил хороших алгоритмов для ее выполнения Хороших алгоритмов, которые вы для больших чисел достаточно быстро ее считали Это называется задача дискретного логарифмирования Вычислить А маленькое, давайте напишу Зная альфа в степени А по модулю Н Вот на сегодняшний день неизвестно хороших классических алгоритмов решения задачи дискретного логарифмирования Хотя, ну, уже сколько там, лет 50 Много внимания к этому приковано Ну, уже больше, наверное, 50 лет Пока что хороших методов решения такой задачи нет Поэтому эта задача считается ценной для криптографии Вообще, в криптографии наша задача поставить перехватчика перед сложной задачей Чем дольше над задачей думают и не могут найти решение, тем эта задача ценнее Потому что она кандидат на то, чтобы быть сложной задачей Можно только? Да А эти схемы используются сейчас, да? Используются Ее там, ну, она обрастает некоторыми дополнительными сложностями Вроде эллиптических кривых, но она используется Так, ну, для RSA примерно 2000 битов размер ключей, которые там используются Вот примерно такой То есть, ну, в битах примерно 2000 Соответственно, в десятичных числах получается 700 там знаков Вот, 700 этих десятичных чисел Так вот, есть задачи, известные вычислительные задачи Которые в течение долгого времени очень интересны сообществу Но большого прогресса нет Хороших алгоритмов их вычисления не предъявили Одна из таких задач, задача дискретного логарифмирования Нет теорем каких-то результатов о том, что ее нельзя решить быстро Это неизвестный факт Может быть, ее можно решить быстро, но пока еще нет гения, который бы это сделал Вот, но пока что сообщество не предъявило таких быстрых решений Вот, поэтому эта задача считается сложной И вот на ее основе как раз действуют вот такие вот криптографические схемы Это так устроено многое в классической криптографии Есть алгоритм Вот здесь вот сложное, потому что не знаем Сложное, потому что не знаем Пока еще никто ее не решил Хорошего доказательства определению сложного нет Да, то есть доказательства, что это сложная задача нет То есть может быть она действительно простая Вот может быть и такое, действительно Но пока что за несколько десятилетий огромного внимания к такой задаче Никто ее не решил Если кто-то ее решит, то ему очень много секретных сообщений он сможет прочитать Вот пока что, но такого нет Вот это недостаток классической криптографии Мы основываемся на некоторых недоказанных предположениях Здесь предположение, что не существует хорошего алгоритма А исторически бывает, что задачи, которые так вот обоснованно считались сложными Потом оказались простыми Ух, ну напрашивается не совсем хороший ответ, что это ДЭС То, что который взломали, но здесь все-таки не задача стала проще, а вычислительная техника стала лучше Вот, а прям задачи, которые долгое время считались, да пожалуй нет Вот я их на самом деле на вскидку не помню, таких задач Чтобы действительно долгое время они считались нерешаемыми И тут раз их решили, вот Ну, кроме как раз задачи дискретного логарифмирования и задачи факторизации на квантовом компьютере Вот это, конечно, было потрясение для науки А раз ли обычные шифры типа Цезаря не подходят под это утверждение до тех пор, пока не придумали частот данных? А, ну, немножечко с натяжкой, наверное, можно сказать Да, действительно, для шифры Цезаря со временем придумали частотный анализ Но это все-таки боковая дверь какая-то То есть это не совсем вот прям вот решили какую-то вычислительную задачу, которую, казалось, никто не может решить Все-таки нашли какой-то обходной путь Мне кажется, это скорее так точнее будет сказать про шифры Цезаря Но действительно, в общем, в каком-то роде вы правы Вот Развитие технологий, можно сказать, там частотный анализ это обыск науки просит Ну да, то есть действительно наука развилась так, что мы действительно смогли это решить Другая очень важная задача, которую все-таки в силу того, что хочется сосредоточиться на квантовой криптографии, мы ее не будем рассматривать Это алгоритм RSA, алгоритм асимметричного шифрования, который чрезвычайно популярен Очень многое на нем основано, электронная почта в частности И он основан на том, что нельзя быстро разложить число на простые сомножители Ну в том смысле, что если кто-то научится быстро раскладывать число на сомножители, то тот поломает сразу же RSA Вот пока что тоже, несмотря на огромный интерес к этой задаче, за 50 лет не было найдено хороших методов разложения чисел на простые сомножители Пока в 1995 году Шор не опубликовал статью о том, что задачи дискретного логарифмирования и задачи факторизации оказываются быстро и решаются на квантовом компьютере Это очень действительно многое поменяло в науке и очень сильно увеличило интерес к квантовому компьютеру До этого тоже был интерес к квантовому компьютеру, но он был не таким большим, как после публикации статьи Шора Оказывается, квантовый компьютер может быстро решить вот эти великие задачи, на которых основана классическая криптография И это говорит о том, что это риск, риск создания квантового компьютера Потому что если перехватчик... Вообще для науки, конечно, хорошо построить квантовый компьютер Но если мы криптографы, которым ценны некоторые секреты, то для нас это риск, что перехватчик создаст квантовый компьютер Потому что эти секреты перестанут быть секретными Поэтому в условиях этого риска нужны новые методы обеспечения безопасности Которые не сводятся к вот таким вот некоторым сложным задачам, таким как факторизация и дискретное логарифмирование Здесь есть два пути Первый — это, собственно, использовать другие задачи, не те, которые решаются быстро на квантовом компьютере Это называется постквантовая криптография То есть это криптография, которая считает, что у перехватчика уже есть квантовый компьютер И которая запрещает, соответственно, легитимным пользователям использование задач факторизации и дискретного логарифмирования Вот, это первый путь А второй путь — это как раз квантовая криптография, которая эти сложные задачи черпает из квантовой механики Вот как мы увидим, как раз изучая квантовую механику Задача, которую невозможно, принципиально невозможно решить Это получение полной информации из ансамбля неортогональных квантовых состояний Вот эту задачу никак никто не может решить, в том числе ее не может решить перехватчик Ну, если наши представления о природе верны, пока что их никто не опровергал Вот, то есть вот эти как раз два пути есть Про постквантовую криптографию мы больше говорить не будем А вот кросквантовая криптография, она и дает нам возможность гарантированной секретной передачи данных У которой секретность уже не основывается на предположениях, так как это происходит в схеме Диффи-Хеллмана А секретность, которая происходит, ну, проистекает из законов природы Так что если резюмируя, то можно так сказать, что задача классической криптографии Это, ну, вообще задача криптографии поставить перехватчика перед сложной задачей Для того, чтобы получить секретную информацию, ему нужно решить сложную задачу Ну, такую, например, как задачу дискретного логарифмирования Вот, чем, опять же, сложнее задача, тем она ценнее для криптографии Квантовая механика дает нам гарантированно сложную задачу, которая настолько сложная, что она точно не решаемая И в этом ценность как раз квантовой механики для криптографии Доказано, что не решаемые, неортогональные состояния, вот мы никак не можем их различить, действительно Вот, поэтому, собственно, в дальнейшем мы будем заниматься квантовой криптографией А если есть какие-то вопросы по классической части, пожалуйста, задавайте Итак, мы с вами поговорили про классическую криптографию Теперь, собственно, про квантовую Ну, для начала нужно сказать, нужно мне рассказать вам об аксиоматике квантовой информатики Тут, судя по тому, откуда пришел, откуда вы пришли Большинство аксиоматику знает, или более-менее знает Но, тем не менее, повторим основные моменты, которые нам будут нужны Итак, тема у нас сейчас аксиоматика квантовой криптографии, квантовой информатики Почему информатики? Потому что о квантовой физике мы говорить сейчас не будем Физика более сложна Но, когда мы работаем на компьютере, то мы абстрагируемся от физики Там, конечно, в основе лежат законы физики, электроники Но мы от них абстрагируемся, когда, например, пишем код Мы работаем просто с преобразованиями информации Вот, и в данном случае нас будет тоже интересовать преобразование информации Не, собственно, механика Поэтому здесь будет задача несколько более простая, чем изложение аксиоматики квантовой механики И мы обсудим следующие четыре понятия, которые нам потребуются Это первое, что такое квантовая система Второе, что такое состояние Третье, наблюдаемые Четвертое, составные системы То есть как из простых систем составлять более сложные системы И пятое, преобразование квантовых состояний Преобразование состояний Вот по такому плану мы будем идти Итак, первое, квантовые системы Итак, постулируется, что квантовые системы ставятся в соответствии Гильбертово пространство Когда мы будем произносить слова квантовая система То физически можно себе представлять Фотон, электрон, что-то такое физическое А математически это означает Гильбертово пространство Давайте напишу один раз полностью Гильбертово пространство ГП, буду использовать аббревиатуру Гильбертово пространство Какое-то H Над полем комплексных чисел Вот так буду обозначать комплексные числа В отличие от механики, где мы, как правило, имеем дело с бесконечно мерными Гильбертовыми пространствами Какая-нибудь квантовая частица на прямой или на отрезке Это уже бесконечно мерное Гильбертово пространство Пространство квадратично интегрируемых функций Здесь мы будем работать, в отличие от этого, как правило, с конечномерными пространствами Может быть бесконечно мерные пространства у нас тоже будут возникать Но точно не сразу Так что по умолчанию пока что будем считать, что пространство наше конечномерное Ну и тогда H это просто C, C, N Пространство векторов размерности N с комплексными коэффициентами В таком случае пространство даже можно и не называть Гильбертовым Это просто унитарное пространство Под Гильбертовым пространством обычно понимают бесконечно мерные Но для унификации, чтобы одним и тем же термином обозначать любые пространства Как конечномерные, так и бесконечно мерные Будем говорить Гильбертово пространство Итак, квантовая система соответствует некоторое Гильбертово пространство То есть векторное пространство со скалярным произведением Повторять все определения я, пожалуй, не буду Что такое, да, какие тут курсы Ну да, самое минимальное тут третий курс То есть линейную алгебру все проходили Да, если первый курс, то это первый курс аспирантуры То есть вроде бы младший курс Первого-второго курса здесь нет, да То есть все постарше То есть линейную алгебру проходили Поэтому я уж не буду повторять, что такое векторное пространство Что такое скалярное произведение Вы будете считать, что полулинейное по первому аргументу? Да, вот это я собирался сказать Да, по первому Да, антилинейное по первому, линейное по второму Это сейчас скажу, да Элементы Гильбертово пространства мы будем обозначать Таким вот символом Дираковские, так называемые дираковские обозначения Пси Вот в таких вот половинчатых скобках Здесь палка, а здесь такая угловая скобка И будем ассоциировать их с векторами-столбцами То есть элемент этого пространства ЦН имеет такой вид Ц1, ц маленькие, ц2 и так далее ЦН Слева уголок Это будет соответствовать Эрмитово сопряженному элементу То есть Транспонируем и берем комплексное сопряжение То есть это будет вектор строка Вот такая Ц1 комплексно сопряженная Комплексно сопряжение буду обозначать черточкой или звездочкой В зависимости от ситуации Формально, если говорить о математической строгости То можно сказать и так Что это элемент двойственного Гильбертова пространства То есть пространства функционалов Которые изоморфно данному Но эти слова больше актуальны Если у нас бесконечно мерный случай Если конечно мерный, можно и по-простому Это вектор столбец Из этого пространства Это соответствующий эрмитово сопряженная вектор строка И тогда Скалярное произведение Как у нас запишется Пусть у нас есть еще какой-то вектор φ С коэффициентами d1 И так далее, dn И тогда Скалярное произведение Записывается вот в таком Записывается таким вот образом Можно это воспринимать как цельный символ Математики обычно круглыми скобками обозначают В чистой математике, не в квантовой А здесь вот такие скобки И между ними не запятая, а палка такая Но чем дираковские обозначения удобны Если кто с ними не знаком То тем, что можно придать этому обозначению Следующую интерпретацию Вот это вектор строка Вот она c1 cn А это вектор столбец d1 dn Ну, тогда скалярное произведение Это просто перемножение строки На столбец получается сумма по и От единицы до n c и т Сопряженная до и т Отсюда, в частности, следует, что Антилинейность по первому аргументу Линейность по второму То есть константа из первого аргумента Выносится с комплексным сопряжением А из второго аргумента без него Ну и норма вектора Норма вектора Норма вектора Пси Это квадратный корень из скалярного произведения Пси на себя Сумма квадратов модулей С и т И мы будем говорить, например, единичный вектор Если вектор имеет единичную норму Мы также будем использовать следующее обозначение Вот если мы вот эти Пси по-другому соединим То есть запишем в таком порядке, наоборот Пси, а затем Пси То что это такое, что за странный объект? Наоборот, это у нас тогда вектор Сначала идет столбец Д1, ДН А потом строка С1, СН сопряженный При перемножении столбца на строку Получается матрица Ну или линейный оператор Д1, С1 сопряженный И так далее Д1, СН сопряженный Здесь ДН, С1 сопряженный ДН, СН сопряженный Если не в виде матрицы Можно так воспринимать этот объект Чем удобны дираковские обозначения А не как конструктор Запись как будто не завершенная Как будто вот это обозначение просит Чтобы кого-то сюда пристыковали Поэтому можно так считать Это линейный оператор Линейный оператор, который действует в нашем пространстве Как он действует? Вот пусть еще у нас третий вектор Хи Какой бы то ни было Как этот оператор действует на этот вектор? А просто приписываем Хи Вот сюда Будет Фи Пси Хи И что мы получили? Это число Это скалярное произведение Пси на Хи Которое умножается на вектор Фи Ну то есть таким образом Это Еще раз мы получили собственно то же самое Вот такое обозначение Означает линейный оператор Который произвольному вектору Хи Ставит в соответствие вот такой вектор Если они нормированы То это оператор, который Пси переводит в Фи Если они Если Если мы на Пси подействуем Тогда норма будет единичка Ну Можно сказать так Ну да А это не что иное Как матричное представление Этого оператора Да Произносится это так Это называется Кет вектора Кет векторы А это Бра вектор От слова Брекет Скобка по-английски То есть слово скобка Разделили на две части Вот это Первое Первое слово Бра вектор А второе Кет вектор Так что вот это произносится Это так Кет Фи Бра Пси Так Ну ладно Это вопрос Это обозначение Кет по-английски Кет Да так и будет по-английски Кет А это Бра То есть вопрос по созвучию Ну Ну да Ну да Скобка по-английски Это вот так Вот еще буква Си Вот если вот эту Среднюю букву удалить То Бра Ассоциативность Последняя называется Нет 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 Здесь же коммутативность Это перестановочность Здесь же мы ничего не переставляли Ассоциативность Ну да Это ассоциативность Да И в частности Кубит Что такое кубит Центральное понятие В квантовой информатике То есть перенажать можно В любом порядке Да Это квантовая система Которой соответствует Пространство Ц2 Квантовая Система Которой Соответствует Пространство Ц2 Ну и мы часто будем работать С таким базисом Который называется Стандартным Кет 0 Да Под Под Этими скобками Может стоять Любой символ Не обязательно какая-то Греческая или латинская буква Любой символ Который нам понравится Нолик Там стрелочка Любая каракуля То есть это не 0 Это некий объект Который мы так обозначили Стандартное математическое Обозначение было бы Ну что-нибудь в этом роде Е0 То есть 0 это индекс Это С математическим нулем Это никак не связано Пространство двухмерное Один вектор имеет Вот такие координаты И вектор Кет 1 Имеет вот такие координаты Это аналог Бита В классической информатике Что такое кубит Кубит это квантовый бит Вот слово как образовано Бит Понятно Двоичная цифра А q от слова квантовый По-английски квантовый Вот так начинается Кью Бит Поэтому При транскрипции На русский язык Перевели вот так Кубит Этот вектор Соответствует Значению бита 0 А этот вектор Соответствует Значению бита 1 Но в отличие от Классической Информатики Квантовый бит Может находиться Не только Либо в этом состоянии Либо в этом Но и в произвольной Суперпозиции Что такое состояние Это следующий у нас пункт Но так Забегая вперед Раз ввели базисные векторы Что квантовый бит Может находиться В произвольной суперпозиции Из этих двух векторов Из этих двух значений 0 и 1 Где альфа и бета Ну или А Или Может надо было Как раньше С0 Вот так Может надо было Лучше С0 А Так Здесь у нас От единицы до n Было Но если у нас Речь идет о битах То естественнее 0 и 1 Говорить Можно и так То есть произвольная Суперпозиция Где c0 и c1 Произвольные Комплексные числа Так Кроме этого базиса Мы Будем использовать Часто Постоянно Я бы даже сказал Будем работать С таким базисом Кет плюс Это Единица на корень из двух Кет 0 Плюс Кет 1 То есть Складываем эти векторы Умножаем на константу Получаем Что это вектор С такими координатами 1 и 1 Это нормировочный Множитель Потом Будет ясно Почему это важно Чтобы Норма Вектора Была равна Единице И вектор Минус То же самое Только здесь Стоит знак Минус Единица на корень из двух Кет 0 Минус Кет 1 Если в координатном виде То вот так Вот этот базис Называется стандартным Или вычислительным Его еще называют Я обычно говорю Стандартный Это называется Базис Знаков Иногда называется Ну даже часто Особенно в английской литературе Базис Адамара Хотя Один Математик Сказал мне Что это неуважение к Адамару Называть так Вот столь простой объект Вот просто вот такой базис Ну так что В сообществе По квантовой информатике Привыкли так называть Но так Для уха Обычного математика Это действительно Может звучать Немножко диковато Адамар Великий математик И тут такой простой объект Вдруг Вот так назван Вот Почему это так сделано Ну потому что Понятно что имя Адамара Тут связано с гораздо Более сложным объектом А это там просто Жалкий частный случай Так Ну то есть вот Это что я хотел сказать По квантовым системам Квантовая система С математической точки зрения Это Гильбертово пространство В нашем случае Мы как правило Будем иметь дело С конечномерными пространствами Что Облегчает Нашу жизнь Мы ввели Дираковские обозначения Брайкет Векторы Определили Скалярные произведения И вот такой объект Линейный оператор Который действует Вот так И сказали Что такое кубит Кубит это просто Двухмерная квантовая система И определили Два базиса В этой В соответствующем пространстве С которыми будем Постоянно работать Теперь приступаем К следующему пункту Состояния Квантовое состояние Или состояние Квантовой системы Это положительный Оператор С единичным следом Оператор в соответствующем Гильбертовом пространстве В этом h В соответствующем Гильбертовом пространстве С единичным следом Так Сейчас все Расшифрую То есть Оператор Он называется Оператор плотности Еще Или матрица плотности В матрице Оператор Почти одно и то же Оператор Или матрица плотности Это то же самое То есть Оператор Обычно Обозначается Буквой Ро Положительный В том смысле Что он Неотрицательно Определенный То есть Это означает Что Для любого Вектора Пси Из Гильбертового пространства Имеет место Пси Ро Пси Неотрицательно Так Здесь мы столкнулись С новым Обозначением Что здесь имеется Ввиду Это Вектор Смотрите Ро Действует Ро Это оператор Он действует На вектор Пси А потом Берется скалярное Произведение Тоже с этим же Вектором Пси То есть Можно было бы Можно было бы Написать так Тоже для чистых Математиков Может это обозначение Не очень привычно Может быть С точки зрения Чистой математики Обычно пишут Вот так Ро действует на Пси И берется скалярное Произведение С этим же Пси Можно Если с точки зрения Векторов и матриц Можно так на это дело Посмотреть Это вектор строка Это матрица А это вектор столбец В результате перемножения Одного, другого и третьего Получается число И вот требуется Оператор называется Положительным Тоже правильнее сказать Не отрицательно Определенным Но тоже Так сложилось Тоже скорее Как калька с английского Если Вот это выражение Не отрицательно Для любого Пси То есть в курсе Линейной алгебры Проходит что такое Положительное И что такое Не отрицательно Определенная матрица Это соответствует Определению Не отрицательно Определенной матрицы Так И с единичным следом Что такое След Ро Это Выберем Произвольный Ортонормированный Базис В H И Рассмотрим Следующую сумму Ро это число Ро это Нет Ро это оператор Квантовое состояние Положительный оператор С единичным следом Ро это оператор Вот эта запись Означает Не то что это число Которое неотрицательно А то что это оператор Который Неотрицательно Определен Вот Вот это То что написано Дальше Это Определение Определение Вот этой Вот Вот этой Записи А теперь Что такое след Пусть Если E1 и так далее, E, N, это ортонормированный базис, я буду употреблять аббревиатуру ОНБ, ортонормированный базис ваш, произвольный, то тогда вот следующая сумма, по I от 1 до N, ну N размерность пространства, H, называется следом. И требуется, чтобы этот след был равен единице. След, ну в курсе линейной алгебры изучается то, что след не зависит от выбора базиса. То есть возьмем другой базис какой-то, след будет тем же самым, так что определение корректно. Это сумма, след это сумма диагональных элементов матрицы. То есть если Рон записать в каком-то матричном виде, то след это сумма диагональных элементов. И еще раз повторю, при переходе из базиса в базис, вид матрицы будет меняться, и диагональные элементы будут меняться, но сумма будет оставаться неизменной. Из того, что Рон положительный, следует то, что он самосопряженный. То есть что Ро равен Ро, ну самосопряженный оператор буду обозначать крестом. В математике обозначают звездочкой, в физике крестом, ну я тоже буду крестом. С эрмитовым сопряжением перепутаем. А? С эрмитовым сопряжением не перепутаем. А, это и есть эрмитовое сопряжение. А, это одно и то же. Эрмитовый, ну, матрица сопряженного оператора соответствует эрмитово-сопряженная матрица исходного оператора. То есть вопрос сейчас сопряженный оператор будет обозначать. Ну да, да. Ну, говорит, да, может быть, звездочки. Не-не, сопряженный оператор, ну, крестиком, как-то я больше к этому привык. В общем, оператор РО самосопряженный. РО самосопряженный. Или эрмитовый, еще говорят, но в конечномерном случае это одно и то же. Самосопряженный. Сейчас у нас одна запись про положительность означает не только, что это будет действительное число. Да, 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 это важное замечание. Да, у нас комплексное Гильбертово пространство, поэтому, если мы возьмем произвольный оператор, то вообще нет гарантии, что это будет действительное число. Так что эта запись означает, запись больше или равно нулю, означает, что, во-первых, это действительное число, и, во-вторых, что оно не отрицательно. То есть у нас оператор РО будет сдавать только действительное число на Гильбертово пространство, да? Сейчас, оператор РО. Ну, приеме оператора минусы. Сейчас. Вот если мы возьмем... Мы требуем это или... Нет, оператор... Матрица оператора РО может содержать комплексные числа, но... Но вот это число вещественно. Ну, да, наверное, надо привести какой-нибудь пример. Ну, допустим... Да, раз... Да, значит, все-таки надо чуть более подробно. Опять в случае кубита. Вот, С2. Ну, к примеру, в случае кубита наиболее общий вид РО такой. Так. Единица плюс А, Z, единица минус А, Z. Так, одна вторая множитель. А, X минус И. Так, И, да, прошу не путать. Индекс И. И мнимая единица И. Мнимая единица нам будет встречаться не так часто, поэтому... Ну, и в конце концов, индекс, мнимая единица никогда не участвует в качестве индекса, поэтому, я думаю, путаницы не возникнет. А, Z и Z-индекс, да. Сейчас я скажу. А, X минус И на А, Y. А здесь А, X плюс И, А, Y. Где А, X, А, Y и А, Z это произвольные вещественные числа, которые принадлежат шару трехмерному. То есть А, X в квадрате, единичному шару, плюс А, Y в квадрате, плюс А, Z в квадрате. Меньше или равны единице. А, это вещественные числа. Давайте так еще напишу. А, X, A, Y и А, Z это вещественные числа уже. Вот в случае пространства С2 можно показать, что наиболее общий вид квантового состояния дается следующей формулой. Вот доказывать это в мои планы не входило, потому что это тогда у нас потребует определенное время. То есть я думал, как можно скорее перейти, собственно, к квантовой криптографии. Ну вот, но тем не менее, это так. В любом случае, да, то, что это общий вид, это мы не доказываем. Но давайте убедимся, можно ли убедиться так быстро, что это состояние. Ну, во-первых, след. Во-первых, чему равен след? След действительно единица. Да, самосопряженность тоже отсюда видна. Самосопряженность, это значит, если мы возьмем эрмитовое сопряжение матрицы, то есть транспонируем и возьмем комплексное сопряжение, то она перейдет саму в себя. Ну, очевидно, это так. Вот эти, при транспонировании, вот эти два элемента поменяются местами, а при комплексном сопряжении знак перед И опять поменяется. Так что самосопряженность тоже следует. Так, ну вот теперь как, что насчет положительности? Миноры посчитать. А? Миноры посчитать. Ну да, посчитать миноры, и как раз мы получим вот это условие. Да, первый минор, это вот этот. Если они все в сумме, сумма их квадратов не превосходит единицы, то и АЗ, тем более по модулю, не превосходит единицы, поэтому это точно положительная величина. То есть он максимальный, чем он может быть равен, это минус единица. Ну тогда ноль. Вот этот, а если мы посчитаем вот этот определитель, то как раз у нас будет выражение единица в квадрате, ой, ну, единица минус вот эта сумма. Поскольку эта сумма меньше единицы, то он тоже будет неотрицательным. Вот откуда следует положительность, ну, или неотрицательная определенность этой матрицы. Вот, так что, как мы видим, комплексные числа могут входить в ρ, но, тем не менее, если мы возьмем произвольный вектор, то будет число положительное. Ну, к примеру, вот вычислим вот такое выражение. Вот ноль. А, ноль это вот этот вектор. Вот давайте вычислим вот это выражение, что получится. Ну да, да, единица плюс аз получится, да, действительно. Пополам. Пополам, да. Так, ну ладно, да. Можно. Ладно, сейчас в качестве упражнения можете что-нибудь повычислять, что-нибудь вот такое с плюсом. Ну, при умножении матриц сейчас уж не будем заниматься. Понятно, что все это могут. Ну, чтобы тоже убедиться, что получится вещественное число и положительное, несмотря на то, что вроде бы в матрице комплексные числа присутствуют. Так. Итак, квантовое состояние — это вот такой, положительный оператор. Дальше мы воспользуемся, вспомним точнее, спектральную теорему. Да, почему, да, почему, да, это хороший вопрос, почему мы постулируем, что он должен быть положительным и с единичным следом. Как мы увидим уже в следующем пункте, когда мы будем говорить о наблюдаемых, положительность означает положительность вероятностей. С помощью ρ мы будем считать вероятность различных исходов. Неотрицательность следует из того, что вероятность должна быть неотрицательной, а единичный след следует из того, что сумма вероятности должна быть равна единице. Так, теперь следующий пункт. Пусть… Да, ρ — самосопряженный оператор, и давайте решим задачу на его собственные значения. И пусть p и обозначим собственные значения, собственные значения ρ, а е и соответствующие собственные вектора. Собственные векторы. Вот здесь е и я обозначал произвольный ортонормированный базис, а теперь е и пусть не произвольный будет, а конкретный базис из собственных векторов. Из линейной алгебры мы знаем, что собственные векторы самосопряженного оператора образуют базис. И более того, если мы эти векторы нормируем на единицу, то они будут составлять ортонормированный базис. Давайте так, p и собственные значения, но они могут повторяться. То есть оператор ρ имеет ровно n собственных значений, p1, pn, но может быть среди них есть повторяющиеся. Ну и каждому собственному значению соответствует какой-то собственный вектор. Е1 и так далее, Еn. И это ортонормированный базис. Можно выбрать эти векторы таким образом, нормировав на единицу, чтобы они составляли ортонормированный базис h. И тогда... И тогда ρ можно представить в таком виде. Так, давайте сотру. А, хотя сестер как раз то, что вот сейчас вот это обозначение нам-то как раз и потребуется. ρ можно представить в таком виде. сумма по и от единицы до n, p и... А здесь вот такие операторы. Вот как раз стер я, что это за объект. Определение, что это за объект такой. В курсе линейной алгебры спектральная теорема проходится, но обычно в таком виде не записывается. Может быть, поэтому этот вид непривычный. Тем не менее, что это означает? Это означает не что иное, что ρ диагонален в базисе из своих собственных векторов. В таком виде спектральная теорема формулируется. Это, я надеюсь, помните. То есть, если мы возьмем скалярное произведение Ежи, ρ и Ек. То есть, возьмем от этого скалярное произведение. Поскольку это ортонормированный базис, то скалярное произведение, скажем, Ежи с Еи это символ Кронекера. Δ Жи, то есть единица, если И равно Жи и ноль в противном случае. И тут тогда будет не что иное, как ПЖ и на символ Кронекера ЖК. То есть, иными словами, в этом базисе, в базисе своих собственных векторов ρ имеет вид П1, П2 и так далее ПН. А тут нули. где в базисе в базисе вот этом Е и там. Это тоже, давайте по терминологии определимся. Этот объект, вот давайте еще раз посмотрим на объект этого вида. Вот смотрите, Еи и подействуем это на какой-то вектор ПСИ. Это же линейный оператор, который действует на вектор ПСИ следующим образом. Берется скалярное произведение ПСИ на Еи и умножается на вектор Еи. Это не что иное, как проекция. Это проекция вектора ПСИ на вектор Еи. То есть в вещественном случае что такое проекция? Вот у нас какой-то вектор ПСИ представим себе, а это Еи базисный единичный вектор. Это какая-то ось, а вот базисный вектор Еи. Что такое проекция ПСИ на Еи? Это мы берем скалярное произведение и умножаем на Еи. Так что да, сейчас я говорю проекция на Еи. Поэтому вот этот оператор именно вот в таком случае, если Еи единичный вектор, то этот объект называется проектором. Проектор на вектор Еи. Будем тоже употреблять такое обозначение. Да? А ПСЖ это не просто ПКТ? П Где? ПСЖ это дайте ЖКТ. Это же просто ПКТ. П ниже, ниже, ниже. Вот здесь? А какая разница? Это символ кранекера. Если можно ПК написать. Ну хорошо, а зачем его просто нести? Нет, если ЖИ, смотрите, если ЖИ и К различны, то здесь 0 будет. Ну, это все понимают, да? А если ЖИ равно К, тогда что хотите, то и напишите хоть ЖИ, хоть К. Они же совпадают. изначально мы действуем РОНа и КАТа, конечно, можно наезжить по действию и получается РОНа и КАТа. Ну, это же, если такая запись вам более понятна, я не против, это одно и то же. Так, 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 так. Да, время по времени я говорил два часа, но давайте я про наблюдаемый, а, да, вот что, так, 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 что здесь остается сказать. Да, и так, РОП представляется вот в таком виде, это важно, это мы будем использовать ну, может быть, такое домашнее задание, может быть, сейчас я еще про наблюдаемые скажу кое-что, составные системы это более сложная тема, это уже оставим на следующий раз. Вот, так, для закрепления материала, то есть, я понимаю, для кого этот материал не знаком, то я понимаю, наверное, трудно так сразу переварить, но чтобы как-то закрепить, ну, попробуйте вот этот РО, вот это наш РО, вот получить, получить для РО вот такое представление, то есть, это у нас будет две звездочки, представить, представить оператор плотности в виде, ну, вот в виде, вот в этом, то есть решить задачу на собственные значения, найти собственные векторы, собственные значения, записать вот такое выражение, убедиться, 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 что РО действительно равен вот этому, перемножив, допустим, это же, в конце концов, это же у нас вектор столбец, это вектор строка, то есть, можно перемножить, их получить матрицу, и так вот, сложить три матрицы, ну, можно и в общем случае сделать, если в общем, ну, в общем случае не получается, ну, хотя бы какие-то частные случаи рассмотрите для конкретных троек чисел, ну, задача вполне решаемая, конечно, и в общем случае, вот, и вот если, вот может так получиться, что в этом разложении может так получиться, что только 1p отличен от нуля, и равен единице, а все остальные равны нулю, вот сумма p, вот это важно, можно где-то это написать, раз след единица, ρ имеет диагональный вид в базисе своих собственных векторов, p это не что иное, как диагональные значения, а как я сказал, сумма диагональных элементов не меняется, то есть, сумма этих p должна быть равна единице, и вот рассмотрим такую ситуацию, когда p1 равно единице, а все остальные равны нулю, p2 и так далее, pn, все равны нулю, ну тогда что, тогда ρ это просто проектор на вектор е1, вот, что? p, какие? а, ну да, 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 действительно, давайте отметим, что все p не отрицательны, потому что, да, если хотя бы кто-то из них отрицательны, значит оператор не отрицательно определен, да, это важно, спасибо, и ρ, тогда ρ совпадает с проектором на какой-то вектор, тогда говорят, что ρ, вот в этом случае, если имеет место вот такая ситуация, тогда говорят, что ρ чистое состояние, вот давайте не ρ, вот именно, вот это состояние, чистое состояние, вот я здесь сотру, иногда, поэтому, если мы говорим о чистых состояниях, то можно говорить и так, что чистое состояние, как вектор, чистое состояние е и т, то есть состояние, это оператор, но, например, если в каком-то контексте мы говорим только о чистых состояниях, смешанные нас не интересуют, то каждое чистое состояние это проектор на какой-то вектор, ну, то есть чистое состояние задается вектором, поэтому часто говорят чистое состояние, состояние в смысле вектора, если речь идет о состояниях вот такого вида, да, в противном случае, если состояние не чистое, то называется смешанным, то есть в противном случае на состояние называется смешанным, в противном случае смешанное состояние, Значит, кто проходил квантовую механику, то волновая функция — это не что иное, как чистое состояние. То есть, когда говорят, состояние квантовой системы, какой-нибудь частицы напрямой, задается следующей волновой функцией. Где здесь оператор? Как связать вот с этим, с тем, что я сейчас рассказываю? То с точки зрения этого формализма речь идет о чистом состоянии, о проекторе на соответствующую волновую функцию. Ну вот только с таким отличием, что это, еще раз повторю, бесконечно мерный случай. То есть волновая функция — это элемент Гильбертова пространства, но не Cn, а, например, L2 — элемент пространства квадратично интегрируемых функций. И состояние как оператор плотности — это проектор, действующий в пространстве L2. Проектор на эту волновую функцию. Почему такая терминология — чистая и смешанная? Можно это состояние смешанное интерпретировать следующим образом. Вот, как бы чистые состояния, но как из названия следуют они? Ну да, да, смешанные состояния представляются как линейные, или точнее выпуклые комбинации чистых. Можно сказать так, вот как образуется смешанное состояние. Это одна из интерпретаций, но важная для, в частности, для квантовой криптографии. Вот если у нас какое-то устройство, лазер, который с вероятностью P1 создает чистое состояние E1. С вероятностью P2 создает состояние E2. Например, у нас генератор случайных чисел, и с такой вероятностью мы нажимаем на эту кнопку, что лазер выпускает фотон в таком состоянии, например, с горизонтальной поляризацией. С другой вероятностью он выпускает фотон с вертикальной поляризацией. Ну и так далее. Сколько угодно может быть таких состояний. Тогда, да, вот летит наше квантовое состояние. Тогда с точки зрения человека, который не знает, на какую кнопку мы нажали состояние, будет описываться именно вот таким оператором. То есть смешанное состояние, одна из интерпретаций смешанного состояния, это вероятностная смесь. Вот взяли чистое состояние и вот с такими вероятностями, с такими пропорциями, если угодно, их смешали. Об одном фотоне речь идет, или, может быть, о пучке, что действительно пучок, много идет фотонов в таком состоянии, другой пучок фотонов в таком состоянии, мы там в каких-то пропорциях взяли. вот так 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 да вот я сказал кстати про действительно тут я про математику рассказывал как насчет реализации вот кубит вот элементы ортоновированного базиса то что здесь было написано вектор кет 0 вот такой 1 один из вариантов физической реализации популяризация фотона скажем горизонтальная и вертикальная а плюс и минус вектора кет плюс и кет минус это диагональные поляризации соответствующие вот у нас будет нас как правило нас будет интересовать именно вот эта интерпретация в квантовых вычислениях важны и другие интерпретации например спин там спин вверх спин вниз может быть в самой квантовой криптографии тоже бывают поляризационное кодирование информации не единственно возможные есть и другие способы но так для простоты нам будет достаточно обычно мы будем рассматривать поляризационное или подразумевать поляризационное кодирование хотя это в принципе не обязательно ну тогда интерпретация такая вот кет Можно себе представлять фотон горизонтальной поляризации, кет-1 ортогональной, вертикальной поляризации, а плюс и минус диагональной. Давайте картинку по-хорошему нарисую и на этом, наверное, закончим. Про наблюдаемые не буду рассказывать, наверное, все устали. Да, сейчас я дорисую. Итак, горизонтальная поляризация фотона это кет-0, вертикальная поляризация фотона кет-1. Вот такая диагональная, это кет-плюс, и вот такая, это кет-минус. Это речь идет о линейных поляризациях. А вот векторы типа, скажем, 0, плюс и, или плюс или минус и 1, это круговые, ну тоже с точностью до единицы, до нормирующего множителя, это круговые поляризации. А произвольная суперпозиция это эллиптическая поляризация, то есть не линейная, не круговая, а в общем случае эллиптическая. Субтитры сделал DimaTorzok